Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир. Сегодня я хочу с вами поделиться опытом эксплуатации своего смартфона Xiaomi Mi 9 в течение последних двух лет. Чуть даже больше я им пользуюсь. Я уже снимал видеоролик о годовалом использовании данного смартфона на этом канале. Если хотите, посмотрите. Но я специально не стал его пересматривать, чтобы мои впечатления сегодня не были никак скорректированы какой-то другой, даже собственной информацией. Может возникнуть вопрос, а с какой целью снимать подобный видеоролик, когда данный смартфон не продается уже официально, его можно купить где-нибудь только на Авито, либо где-нибудь в Китае пересобранный. Ну то есть компания Xiaomi его непосредственно не продает уже, он считается устаревшей моделью. Однако я считаю этот ролик очень важным, и самая главная его ценность состоит в том, что опыт эксплуатации двухлетнего Xiaomi покажет, что вы получите, если вы сегодня купите актуальный флагманский смартфон от этой компании. Потому что подход к поддержке девайсов у компании обычно не особо сильно меняется. И то, что я получаю сейчас, вы получите, если купите сегодня Xiaomi Mi 11. По-моему, сейчас так новый флагман называется. В общем, поговорим сначала о хорошем, а потом о плохом. Давайте о хорошем. Производительность. В данном смартфоне установлен очень удачный процессор, который называется Qualcomm Snapdragon 855. Обычный, не плюс. На момент покупки в 2019 году это был флагманский процессор, его устанавливали во много устройств, но при этом он оказался настолько удачным, что компания Samsung до недавнего времени устанавливала его даже в свои новые планшеты 2020 года, когда уже были более новые модели, более свежие. Имея в виду модели процессора. И в данном телефоне он также показывает себя просто замечательно. Все работает отлично, приложение открывается очень быстро, все игрушки идут на максимальных настройках, абсолютно все, что я хочу, работает здесь крайне быстро, ничего не замедлилось ни на секунду. Может показаться, что я просто привык к тому, как этот телефон работает, и мне кажется, что все работает хорошо, а кто-нибудь сказал бы, что он работает не очень быстро. Однако я это не тот случай, потому что у меня недавно были на тесте такие смартфоны, как Galaxy S21 Plus, очень быстрый смартфон, Asus Zenfone 7 Pro, очень быстрый, очень замечательный смартфон. И я не могу сказать, что мой телефон чем-то ему уступает, несмотря на то, что ему 2 года. Поэтому если вы сегодня купите производительный Xiaomi, то с большой вероятностью через 2 года вы также получите производительный Xiaomi. Так что если вам нужна мощность, Xiaomi можно покупать, они как бы не даунгрейдятся со временем, вот на моем примере могу точно вам это сказать. Давайте теперь пройдемся по самому больному месту всех Android смартфонов, которые есть на рынке, это обновления. Очень многие выбирают iPhone, например, потому что они обновляются очень долго, в течение 5-6 лет, плюс обновления, которые выходят на iPhone, они обычно достаточно глобальные, их ждут, их обсуждают. Вот сейчас iOS 15 очень ждут, и весь интернет трубит о новой операционной системе, которая выйдет вместе с новым iPhone в сентябре. В Android все не так просто. И очень часто производители, очень часто, и не только Xiaomi, и другие тоже, они стараются особо сильно не обновлять свои смартфоны. Связано это с тем, что надо платить компании Google комиссию, это все понятно. Что происходит с этим телефоном? На момент записи этого видеоролика сейчас у меня установлен Android 10 версии. Чтобы вы понимали, в феврале 2021 года, то есть совершенно недавно, компания Google предоставила в доступ к разработчикам Android 12. То есть уже 12-й Android на подходе, на подходе для пользователей, а мой смартфон все еще на 10-м Android, и 11-й Android он не получил, и 12-й Android он, вероятнее всего, никогда не получит. При этом выходит обновление оболочки, то есть MIUI, оболочка этого смартфона, она имеет 12-ю версию, то есть, скорее всего, она каким-то образом опирается на наработки 12-го Android, но сама операционная система остается 10-й версии. Обновление безопасности тоже очень актуальное. В январе 2021 года мне прилетело последнее обновление безопасности, и это тоже неплохо, телефон актуален. Это нужно понимать, что телефон сам по себе актуален. Но если вдруг вы гонитесь за цифрой Android, если вдруг вам хочется всегда иметь именно вот операционную систему новую, да, не надстройку, не оболочку, а именно операционную систему, то, скорее всего, Xiaomi не ваш вариант, потому что вот, я получил 10-й Android на момент покупки, и я получил 10-й Android спустя 2 года. Еще не знаю, сколько я буду ходить с этим 10-м Android. При этом оболочка обновляется достаточно интересно. Она дает какие-то неглобальные улучшения, но если вспомнить, как я пользовался телефоном 2 года назад, и с чем я его получил, с каким интерфейсом, с какими жестами, с каким функционалом, и то, что я вижу сейчас, это абсолютно два разных телефона, надстройка имеет очень большое значение, тем более MIUI, она прям сильно меняет Android. Сейчас все гораздо лучше, то есть на пользователей они, в принципе, не забили, но на операционную систему они забили. Для меня это не критично, для кого-то это может быть очень важно, так что имейте в виду. Теперь поговорим немножко про даунгрейды. Есть такое мнение, и, возможно, оно имеет право на существование, что производители очень не любят, когда мы с вами, пользователи, используем смартфон очень долго. Ну, например, 2-3 года, 5 лет. Они хотят, чтобы мы меняли его каждый год, и спустя год-полтора производители с новыми обновлениями пытаются что-то ухудшить в телефоне программным методом. Ну, где-то там портят немножко качество камеры, которое раньше было отличным, а теперь оно кажется мутным, и хочется что-то новое. Кто-то ухудшает производительность, кто-то ухудшает аккумулятор. Как я уже сказал в начале этого видеоролика, к производительности данного телефона у меня нет вообще никаких нареканий, никаких проблем, ничего нет. Но есть проблемы с аккумулятором. И, честно говоря, мне не удалось понять, это проблема естественного износа, да, каждый день я его заряжал, в течение двух лет я им пользуюсь, либо это всё-таки влияние обновления системы, и Xiaomi хотят, чтобы я купил их новый флагман. Я пытался изучить очень много программ, которые помогают понять состояние аккумулятора, и я скоро вам расскажу на канале о них, поэтому, если интересно, обязательно подписывайтесь. Но почему-то мой телефон ни один из способов определения не воспринял, и я так и не смог понять, какой у меня объём аккумулятора на самом деле, на сегодняшний день. Поэтому обвинять Xiaomi не могу, и, скорее, всё-таки склоняюсь к тому, что сам по себе аккумулятор, который изначально был очень слабый, 3300 мАч, это вообще ни о чём, я знал, на что иду, но работает сейчас очень плохо. Я вам серьёзно могу сказать, что я снимаю с утра телефон с зарядки, я слушаю музыку, посмотрю пару роликов на YouTube, естественно, мессенджеры, естественно, какое-то общение, социальные сети, и к двум часам дня он абсолютно мёртвый. Ну, то есть, можно его до такого довести, может иногда дотянуть до четырёх. Но вот если бы у меня была какая-нибудь разъездная работа, то я бы не мог им пользоваться в полной мере. Благо у меня работа офисная, и я могу прийти на работу и подключить к своему ноутбуку, телефон, и дать ему вторую жизнь на вторую половину дня. Ну, а в общем и целом, конечно, всё очень печально с аккумулятором. Теперь по материалам корпуса, потому что это тоже очень важный момент, здесь у меня нет никаких нареканий. Несмотря на то, что я носил телефон чаще всего в чехле, потому что без чехла он просто скользкий, то стекло с экрана я снял через год. И такой, ну, будь что будет. И, в общем-то, ни одной царапины я на нём с тех пор не вижу, значит, Gorilla Glass, которая здесь используется, она очень хорошего качества. Очень многие смартфоны и планшеты используют Gorilla, но она почему-то от гаджета к гаджету меняет свои свойства. И где-то экран не царапается, но очень хрупкий, где-то ещё что-то. Вот здесь меня всё устраивает. Он падал, не разбивался, и я ношу его иногда с ключами, с чем только не ношу, и тоже никаких проблем нет. По внешности телефон остался, ну, практически идеальным. Немножко поцарапался блок камеры выпирающей, но это проблема абсолютно всех существующих смартфонов. Так он абсолютно как новый. Ни краска, ничего здесь не потёрлось. Очень качественное исполнение аппарата. Вообще никаких нареканий. Давайте переходите к выводам, что я хочу сказать о данном гаджете. Я нисколько не жалею, что в течение двух лет им пользуюсь. Он отлично работает, он замечательно имеет производительность, неплохую камеру. Обновления иногда, конечно, добавляют операционной системе глюков, но это всё очень быстро решается и практически незаметно для эксплуатации. С аккумулятором проблема, со всем остальным никаких проблем нет. Если бы здесь был хороший аккумулятор, им ещё можно было бы 2-3 года железно пользоваться. Я очень доволен этим аппаратом. И, честно говоря, вот сколько устройств ко мне на обзор приходило за последнее время. Конечно, хочется на что-то поменять, что-то обновить, но так, чтобы я сказал себе, вот это я хочу, прям вот пипец, как это намного круче, такого не было. Всё-таки аппарат получился очень достойный, очень хороший, по сей день он и внешне очень приятно выглядит, не устарел по дизайну. Наверное, нужно понимать следующее, что если вы сейчас покупаете флагман от компании Xiaomi, наверное, первое, с чем нужно смириться, это с тем, что вы вряд ли получите новые версии Android. Хотя, обновление программного обеспечения будет. И, возможно, возможно, я не могу это утверждать, поскольку это не факт, возможно, через 2 года будут какие-то проблемы с аккумулятором. На этом у меня всё. Надеюсь, этот ролик был для вас интересен и полезен. Если так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои замечательные комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok